Фирма бизнесмена Евгения Пригожина отремонтирует здание российского правительства в простонародье Белый Дом за, внимание, 12 миллиардов рублей. 12 ярдов, ребята. Год назад эти же ремонтные работы оценивались в 5. Теперь вот 120% к первоначальной стоимости накинули. Объясните мне тупому, что они там делать собираются за такие деньжищи? Я, конечно, не строитель, но я считать умею. Взять, например, дом, в котором живу я. Девятиэтажное здание, 4 подъезда, 144 квартиры. Берем калькуляторы и поехали. Давайте просто представим, что каждая из 144 квартир стоит 10 миллионов. Квартиры в моем доме, правда, стоят дешевле. А некоторые полуторки у нас нет однокомнатных, потому что гораздо дешевле. Ну, а давайте посчитаем по завышенной цене. Полтора миллиарда получается за весь дом. Еще раз для тех, кто на бронепоезде. Я посчитал цену дома по очень завышенной цене. Но даже в этом случае стоимость того дома составит не более полутора миллиардов рублей. А Пригожин даже строить ничего не будет. Он только отремонтирует здание и в 10 раз дороже. Как? Это же коррупция чистой воды. Где прокуратура? Где следственный комитет? Где депутаты? Где антикоррупционные комитеты и комиссии? И ежу понятно, что речь идет о масштабной афере, неприкрытой воровской схеме. Все молчат. Это дурной сон какой-то. Начинаем. Историю одну смешную хочу вам рассказать. Зритель прислал. Она эта история очень поучительна. И многое объясняет. В частности, почему нас постоянно имеют во все дыхательные и пихательные. Итак, работает мой зритель. Как я понял, обычным водителем, но в организации при мэрии Москвы. И у него есть какая-то ксива. Ничего эта ксива, конечно, не дает. Никаких особых полномочий. Просто служит пропуском на работу. Но нашего героя она как раз и выручила. Плюс смекалка. Короче. Подъезжает человек на заправку. А он антимасочник. Без масок, говорят, не обслуживаем. Либо надевай наморник, либо разворачивай оглобли и до свидания. Но мужик решил приколоться. В общем, вылез из машины и смело пошел внутрь здания магазина на АЗС. У дверей дорогу перекрывает охранник. Человек не растерялся. Вытащил ксиву. Начал громко ругать охранника. И сообщил, как бы между прочим, что он особо приближенная к императору. А также к гауляйтору всея Москвы Собянину. После чего охранник отступил в сторону. В зале повисла тишина. Сцена вторая. Навстречу выскочил администратор той АЗС. И, позабыв про маску, давай расшаркиваться перед дядькой. Затем предложил кофе за счет заведения. А пока моему зрителю нализывали. Какой-то шнырь забегал, заправил его автомобиль. Друзья, я когда это читал, ухахатывался просто. Хотя в пору, конечно, плакать. Вот вам и ответ, почему пыри над нами измываются. Да потому, что мы сами ведем себя, как лохи какие-то. Лебезин перед незнакомым человеком. Просто потому, что он нам сказал, я начальник. И показал какую-то непонятную корочку. Мы сами готовы нарушать установленные нормы и правила ради папика. Мы живем ради папиков. Мы рабы, господа. И я нас с этим поздравляю. Поздравляю, это г***ь из нас никак не выбить. А это реальная журналистика, как всегда, о прекрасном сегодня. Поехали. Кстати, по поводу ковидной статистики. Ну, над Путиным уже все отсмеялись. В прошлой программе вам эту историю показывал, когда Великий Курмчий и Голиковы в трех соснах заблудились и начали путаться в показаниях о количестве зараженных после прививок. И вот буквально только что пришло сообщение. Татьяна Голикова заявила, что даже не... Вот вы обратили внимание, 10% людей болеют после прививки. Ну, есть такая вероятность. 2,5%. Кому верить? Спасибо, Татьяна Алексеевна. Татьяна Алексеевна в данном случае, конечно, потому что она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально. Она была министром здравоохранения. Она знает, о чем говорит. Предлагаю послушать других сказочников, окопавшихся в мэрии Москвы. Ну, раз про Москву уже начали. Где сейчас, если верить чиновникам, катастрофическая ситуация по короне. Первое кино было записано в январе 2021 года. Послушайте внимательно. Сергея Семеновича. В Москве продолжается вакцинация. Много вопросов от москвичей, которые уже переболели. Стоит ли им делать прививку? По данным аналитики, которые мы имеем, исследования, которые мы проводим, больше половины москвичей переболело. Вот те люди, которые знают, что они переболели, но им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла. А кадры, которые покажу дальше, сделаны спустя полгода всего, 1 июля, во время московского городского форума. Это прозвучало в кадре. Заместитель Сергея Собянина, посол с вопросом, госпожа Ракова, пожалуйста. На сегодняшний год переболело, уже официально переболело, более 10% жителей Москвы. А от общего объема переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%. А потом они удивляются, почему люди к ним с таким недоверием относятся, в том числе в вопросах коронавирусной пандемии. Да врете, потому что с утра до вечера врете и не краснеете, и на ходу переобуваетесь. Президент готовился к прямой линии, вышел к народу. Его халуи прекрасно понимали, что будет много вопросов по ковидной тематике. Но он даже не удосужился с Голиковой поговорить по этому поводу. Узнать у нее, что на самом деле происходит. Собянин со своим заместителем в мэрии друг друга найти не могут, дабы договориться между собой, что они в массы будут вбрасывать. Ну это же бред. Ой, а пропагандисты что несут? Вот сейчас покажу вам один ролик. Знаете, в чем он прекрасен? Там сперва прокремлевские лжецы запугивают народ, рисуя ужасающую картину о ситуации в Индии. А у нас же сейчас в тренде какой-то индийский штамм, ага. А затем какой-то блогер, который в той Индии живет, проехался по тем же самым местам и продемонстрировал всем нам, что сказанное российскими пропагандистами чистейшей воды брехня. В Индии второй день больше 300 тысяч новых случаев заражения. Больница переполнена, не хватает кислорода для тяжелобольных. Ежедневно жертвами коронавируса становятся тысячи людей. Умерших сжигают прямо на улице. Ухудшаться ситуации в других странах. Давно это место было автостоянкой, теперь здесь сжигают тела. Каждый день от коронавируса в Индии умирают больше 2000 человек. Крематории переполнены, жертв ковида начали сжигать на улицах. Но и здесь уже негде разводить костры. Вышав такие новости, я сразу же метнулся на наш деревенский бёрнинг-плейс. И что же, закрыто. Никакого очереди, никакого столпотворения, никакой горы, ожидающих сожжения тел. Всё тихо и мирно. Через 10 минут я достиг другого крематория. Соседней деревеньки побольше. Ну и опять же, пустота, тишина. Второй по размеру, по значимости крематорий в марсе. Ну конечно тоже, что мы видим, что он закрыт. Внутри дрова есть, видно, что один костёр там тлеет. Но в общем-то ни людей, ни очереди, ничего нет. Об ужасе, который творится в Индии, нам рассказал турист из России. Давайте послушаем. Вот у нас очень жарко, 38. По этой реке обычно, ну как бы, очень много трупов сейчас. Прям вот как бы, просто тысячи-тысячи трупов. И даже не хватает дров, чтобы сжигать. Тут я уже примчался в Максу, посмотреть, может здесь какие ужасы творятся. Разгар локдауна, где стоят полицейские, но никого не тревожит. После этого я добрался уже до Максовского главного крематория, который сейчас хочу зайти, посетить, посмотреть, что там. У меня только один вопрос. Зачем это делать? Зачем сеять панику среди людей, да еще так изощренные и в то же время чудовищно врать? Сотни тысяч заболевших новым штаммом, трупы сжигают прямо на улице, мертвые плывут по рекам. Вся Индия в спешном порядке переселяется на Марс и бла-бла-бла. Ну ведь правда, рано или поздно вскроется. Мы живем в век высокоскоростного интернета, проверяется-то все на раз-два. Объясните, это кто-нибудь тупым пропагандистом или вот еще, пожалуйста. Сам вакцинировался, кстати, мы с тобой? Нет, я не вакцинировался. Вот ты проклят. Я не переболел, у меня есть QR-код. Ну вообще купил за 11 тысяч рублей, я думаю. Нет, 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 мы с жуликами не работаем. Да-да, Толстой, который чуть ли не громче всех в думе кричит, что вакцинацию необходимо сделать обязательной, непобедимый вирус без этого. А сам не привился. Как? К Красовскому можно относиться как угодно, но он-то действительно вакцинировался спутником. И хотя бы на этом основании человек имеет право топить за вакцину. А у этих Шутов-Гороховых такого права просто нет. Начни с себя, потом требуй с других. А если ты игнорируешь прививочную кампанию, кто тебе позволил меня агитировать за прививки, более того, заставлять их делать? Если кто-то увязывает календарь с увольнениями, давайте разберемся по правилам. И людей защитим, и уберем эту угрозу. Вот в чем наша задача. Потому что президент говорил, и мы здесь должны еще раз сказать, прививка дел добровольное. Ну и чтобы не на грустной ноте аппетиты упырей продолжают расти, намедни, братва, которую мы с вами ошибочно называем слугами народа государством, то бишь занимались донастройкой налоговой системы, и пришли ребята к потрясающему умозаключению. Надо еще немного пощипать скрипоносцев. Им там на какие-то стратегические инициативы президента мира 400 миллиардов не хватает. Вот ребятишки, не мудрствуя лукаво, и сообразили, а давайте налоги с акцизами поднимем. Значит, что предлагается? Повысить цену на металл, например, и за счет НДПИ налога на добычу полезных ископаемых урвать 100 миллиардов. Еще 90 миллиардов они хотят получить за счет увеличения цены на бензин через все тот же НДП и дальше. Соточку поимеют с увеличением акцизов на подакцизные товары, спиртосодержащие продукты товар, оставшиеся 100 ярдов выжбут. Как думаете, откуда? Правильно из нас с вами, то есть из тех, у кого еще хоть какие-то деньги остались, не исключаю, что очередной налог на банковские накопления придумают, ну или что-то еще, красавцы. Они сначала Белый дом за 12 миллиардов ремонтируют, а потом задаются вопросом, а где бы взять еще 400? О, а пойдемте-ка барашков пострижем, начешем им какого-нибудь фуфламу, стратегические инициативы, еще каких-нибудь непонятных слов туда накидаем, и вуаля, полтриллиона в общаке, а барашки, как всегда, скажут, ме-е-е, дурдом. Ребят, вот честное слово, дурдом. Я в последнее время все чаще вспоминаю эту небезызвестную фразу писательнице Хвощинской, которую часто приписывают Некрас, выбывали хуже времена, но не было подлей, и эта госпожа Хвощинская в эпоху путинской стабильности не жила, тогда бы, наверное, пожестче что-то выдала. Все, переваривайте, это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Подписывайтесь, лайки, репосты, приветствуются в соцсетях, тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!